Так, давайте представлюсь. Меня зовут Татьяна Чиндясова. Немножко о себе. Я сама из города Новочебоксарск. Пишите, из какого вы города. Настрой на весну у меня 100%, потому что у нас наконец, вот сегодня действительно можно сказать, что пришла весна. И, конечно же, с весной хочется что-то нового, что-то обновлений. И сейчас, как раз, мне кажется, самое лучшее время, чтобы что-то начинать. Чтобы что-то начинать, давайте узнаем, какие у нас здесь есть возможности. Во-первых, расскажу, как пришла в компанию Арифлейм, почему я выбрала. И, быть может, моя история будет с кем-то созвучна. Потому что, когда мы приходим, мы приходим с вами не на компанию. Ну, если серьезно, да, мы в основном приходим на какие-то возможности, которые дает компания. Меня приглашали в компанию более 8 лет, и я не рассматривала варианты. Почему? Потому что у меня был свой бизнес, это свое детище. И, сами понимаете, что сложно что-то на что-то променять. Более 8 лет я занималась детским центром, причем я была именно организатором. Это была моя авторская программа. Поэтому, сами понимаете, что какие-то другие варианты я не могла рассматривать. Но везде у нас бывают такие какие-то кризисные моменты, как и сейчас у нас в стране происходит. У нас каждый последний, наверное, год или полтора в городе стала меняться администрация, сложно стало подстраиваться. И именно в этот момент, когда я задумалась либо открывать центр как раз в другом городе, либо где-то еще, где нужны новые вложения, как минимум от 500 тысяч рублей, ко мне пришло предложение о сотрудничестве с компанией Арифлейм. Я рассмотрела, потому что я была в поиске, поэтому мы ищем, кто ищет. Никогда не навязываемся, невозможно навязаться, если человеку неинтересно. Когда мне поступали предложения, я просто писала неинтересно. И никакие там какие-то доводы не могли повлиять. Почему? Потому что просто я была не готова. И настал момент, когда я стала рассматривать и смотреть по сторонам, какие здесь есть возможности. И именно здесь услышала, стала слышать о возможности. Потому что все мы знаем компанию. Я думаю, что кого не спроси, слышали ли о компании Арифлейм, в основном все слышали. Бывает такое, что некоторые путают, что это может быть какая-то авиакомпания или еще что-то. Но в основном все что-то когда-то об Арифлейм слышали. Главное, что слышали. Кто-то слышали, что просто, да, там есть какой-то продукт можно покупать. Кто-то слышал, что там что-то надо продавать. Но в основном, почему наше окружение не занимается в Арифлейм, потому что не знают, какие здесь есть возможности. То, что можно здесь зарабатывать реально большие деньги. И я, как и многие, думала, что здесь надо продавать. Просто потому, что у нас на центральной улице был такой столик, где что-то продавали. Я думаю, что это Арифлейм, но это Эйвен. Для тех, кто не в курсе, что Эйвен, что Арифлейм, в принципе, без разницы. Поэтому сколько лет мне пытались и видео дать, или еще что-то, я не рассматривала. Потому что понимала, что просто на продажах большие обороты не сделаешь. Но именно благодаря презентации, благодаря полной информации, я поняла, какие здесь есть возможности. Поэтому, если вы сами еще сомневаетесь и не знаете, какие здесь есть возможности, просто посидите и послушайте. Если из вашего окружения еще знакомые сомневаются и не верят, да, желательно их пригласить на полную презентацию возможности. Не просто на собеседование буквально двухминутное, трехминутное, где мы, ну, просто коротко можем рассказать, да. Очень важно наше окружение пригласить на полную презентацию, чтобы, может быть, кто-то услышит свою историю. Отдельно тоже хочу добавить, что у меня муж, то есть многие спрашивают, как вообще мужья, да, относятся, мужчины, как относятся к бизнесу. Ну, конечно, вначале был немножко как бы блажь. До этого занималась бизнесом. И тут почему Ариплейн, потому что многие, многие слышали, что Ариплейн – это продажи, да, и больших вроде денег на продажах не заработаешь. Почему? Здесь тоже очень важно, как можно вовлечь, только через презентации. Здесь я специально включала эфир, особенно когда готовишь, естественно, послушать надо. И я чувствую, что у нас семейную пару, у которых примерно такая же, допустим, была ситуация, как у нас. И именно когда созвучна история со спикером, мы слышим, какие здесь возможности. Поэтому, может быть, кому-то моя презентация зайдет, может быть, кому-то не зайдет, это нормально. Потому что мы все разные, кто-то любит быструю, может быть, речь, кто-то замедленную. Поэтому давайте я вам расскажу свою подачу, вы послушайте. Что могу сказать? Какие вообще есть возможности, вот так, если сесть, вот реально, и подумать. Если у кого-то есть уже работа, это хорошо. Мы не призываем работу останавливать, бросать. Если у кого-то есть бизнес, это тоже очень хорошо. Но, допустим, откуда взять дополнительный источник финансирования? Здесь есть, наверняка уже все слышали о том, что есть четыре потока поступления денег. Первое, это большинство людей там, более 80%, это работники, да, это обычная наемная работа. И все так или иначе с наемной работой сталкивались, так или иначе работали. Я сама на наемной работе, признаюсь, работала только в студенчестве. Уже именно после того, как вышла замуж, я наемную работу уже не рассматривала. Почему? Почему я не рассматривала? Потому что на тот момент уже двое детей. Я понимала, что детей я с родителями оставить 100% не могу, потому что у меня родители молодые, они сами работают. И мои дети, это моя полная ответственность, и я понимала, что если я уйду на работу, я по-любому не увижу детей, как они растут, как развиваются, все праздники мимо. Поэтому этот вариант мы не рассматривали. Мы сразу стали рассматривать именно свое дело. В нашей текущей ситуации, что мы видим, наемные сотрудники, какие есть возможности. Сами видите, это не мое мнение, это факт, что только за март более 96 тысяч человек по всей России в статусе выводившиеся. То есть не уволенные, но без работы. Вернутся они на работу, не увернутся. Сами видите, как много компаний закрывается и, естественно, освобождается очень много мест. Поэтому кто-то кому-то плата идет за простой, так скажем, кому-то уже нет. Поэтому, естественно, если вы сейчас на текущий момент работаете, мы не призываем вас бросать. Но задача, естественно, задуматься, а где я могу еще увеличить доход, либо как минимум, чтобы была какая-то подушка финансовой безопасности. То есть по-любому надо задуматься. Один факт мне очень понравился. Знали ли вы, что в Америке, когда наемные сотрудники устраиваются на какую-либо работу, они тут же в этот же день ищут себе новую работу? Почему? Во-первых, они повышают свою ценность. Тот же бухгалтер, да, он может получать разные зарплаты, да. Все зависит от того, насколько вы себя оцениваете, насколько вы свой труд оцениваете. Поэтому в Америке там прежде чем устраиваются, они ищут другой вариант. Там, если они находят работу, они уже где устроились, они говорят, что я могу уйти в другое место, там мне заплатили столько. И здесь, где он устроился, ему повышают зарплату. То есть они повышают свою стоимость. Сколько вы стоите, только вы сами можете, в принципе, это оценить. Поэтому даже на наемной работе важно себя оценить. Следующее. Как вы поняли, здесь есть риски. Важно смотреть, где еще можно подработать. И очень важно в наше время быть гибкими. Второй вариант – это предпринимательство. Именно предпринимательство еще не бизнес. Чем отличается предпринимательство от бизнеса? Предпринимательство – это когда ты вроде бы сам на себя работаешь, но пока ты работаешь, ты зарабатываешь. Не работаешь – не зарабатываешь. Простой пример – маникюр, кто официально устраивается, бровисты, дальнобойщики, я знаю. Это официальное ИП, но пока ты работаешь, ты зарабатываешь. Если у тебя машина сломалась, если даже ты ИП, все, у тебя ноль, ничего нет. То же самое, когда в период пандемии те же многие, кто маникюр делал, кто бровки, реснички, они все сидели дома и ноль, ничего нет. Я не работаю, хоть ты и предприниматель. Поэтому есть другая ступенька, третья – это бизнес. И сами понимаете, сейчас в текущий момент бизнес – это огромные риски. Бизнес, он всегда был огромные риски. По себе скажу, когда я был выбор – либо идти работать, либо начинать свой бизнес. Очень сложно выбрать реально нишу, которая будет востребована. Это реально очень сложно. Многие хотят быть предпринимателями, но многие более 80% в первый же год уже закрываются. Очень много, когда я начинала детский центр, очень многие в первый год там появилась студия, там появилось полгода, год, и они закрывались. Потому что многие хотят что-то, но не делают. Даже просто элементарно. Если кому-то что-то не нравится, какая-то ниша не нравится. Опять же, на примере Арифлейм говорят, что это не мое. Но когда мы идем на рыбалку, мужчины идут на рыбалку. Они же берут, наверное, черви, как там вот эту подкормку. Не то, что мы любим здоровое питание, тот же wellness, яблочки или какие-то апельсинки. Правильно? Рыба не будет это есть. Поэтому здесь важно просто оценить рынок, какой сейчас спрос. Если вы серьезно настроены на бизнес, то, естественно, здесь очень важно посчитать, а какой спрос сейчас на рынке. А сейчас спрос очень неустойчивый. На примере вот у нас, не знаю, как у вас в городе, у нас очень хороший был салон массажный на нашей же улице. Закрылся. Хотя у нас район такой новый, и я видел, что посещаемость хорошая, но закрылась массажный салон. У нас был вместе с нами, открывалась детская студия, два филиала закрылись, один филиал остался. То есть сложно, очень сложно в текущий момент не просто даже удержаться, а, естественно, расти. А бизнес, чтобы просто бизнес был, чтобы вы называли, что вы в бизнесе, смысла нет. Поэтому очень часто мы не зовем предпринимателей, думая, что у них есть машины, у них есть квартиры. Под внешней оболочкой кажется, что у человека все есть. Но мы же не знаем, сколько у него кредитов. Мы не знаем, какие там взяты ипотеки. Поэтому мы сделаем предложение всем. И вы знаете, больше всего, сложнее всего пригласить предпринимателя. Во-первых, потому что просто у нас есть таракан. И вот Оля здесь есть, она напишет, подтвердит. Если бы она видела мой статус ВКонтакте, она бы мне не написала, она потом призналась. Но в Инстаграме, когда меня она позвала, я там была просто мамочка, которая вязала что-то там, творчество какое-то выкладывала. То есть я абсолютно там в Инстаграме о своем бизнесе, о детском центре я совершенно не разговариваю. И только потом, когда она зашла ко мне ВКонтакте, она увидела, что у меня записан бизнес-психолог и так далее. А я хочу сказать, что повезло, что просто мы, вот Оля не увидела вот этот статус и пригласила. Поэтому нам тоже надо, когда, кого мы приглашаем, приглашайте всех. Мы не знаем, кто на что придет. Мы абсолютно не знаем. Кто-то придет элементарно, надо, чтобы на питание хватало. Кто-то придет на проезд, не хватает. Кто-то придет на путешествия. У всех какие-то свои в текущий момент. Понимаете, в текущий момент у каждого у нас свои потребности. Поэтому приглашаем всех. А традиционный бизнес, если сейчас вот реально начинать, вот сейчас начинать, я даже не знаю, что сейчас можно, потому что риски огромные. Инвестиции – это четвертый поток, который многие к этому стремятся, когда уже есть деньги, есть возможность их вкладывать, чтобы потом были постоянно деньги. Самое простое – это когда те же квартиры сдаем, но их надо купить, прежде чем сдать недвижимости. И сейчас же опять тоже с недвижимостью тут тоже есть какие-то сложности. Круто, конечно, если вы можете написать какую-то книгу, создать какой-то курс, который будет постоянно востребован и вас кормить. Но мне очень нравится, так как я всегда изучала, и сейчас снова мы с дочкой начинаем читать, поэтому я снова в курсе. Нравится, как вот Шамиль, не помню вот фамилию, то есть как он ведет курс. Я видела, когда это все начиналось, сама развивала эту тему. И считаю, он вложил в свою систему, и сейчас очень хорошие идут проценты. Кто-то книгу напишет, кто-то еще что-то. Но согласитесь, большинство людей, кто создаст инвестиции именно благодаря своему уму – это единицы, реальные единицы. А наша задача – дать возможности большему количеству людей. Поэтому что здесь можно? Поэтому Арифлей – это для тех, кто не имеет каких-то реально навыков. Есть очень много людей работоспособных, желающих что-то, но какие-то навыки нет, навыков нет. Вот здесь как раз есть возможность сотрудничества именно с компанией Арифлей. Далее, что тоже очень важно, и у меня вот муж первым делом это заметил, что здесь с компанией Арифлей можно начинать сотрудничество, когда вы еще работаете. Не надо ждать, когда вот все схлопнется, и смотреть варианты, что рассмотреть. Лучше всего, когда у вас есть что-то, и вы начинаете. Понятное дело, если вы все сжигаете мосты и начинаете сотрудничество, вы, может быть, начнете здесь быстрее. Потому что пока у вас есть что-то, может быть, это не сильно мотивирует. Поэтому очень многие топ-лидеры, если послушаете истории, они сжигали все мосты, и тогда стартовали здесь реально молниеносно. Но мы к этому не призываем. Если у вас есть основная работа, это реально очень круто. То есть вы можете, имея основной доход, сейчас потихоньку-потихоньку расширять подушку финансовой безопасности. Это было вводное. Теперь, как сама система с компанией Арифлей построена, на самом деле это очень просто. Очень просто. Моя задача не стоит вас забить цифрами. Моя задача показать, чтобы вы увидели, какие здесь есть возможности. Сколько именно вы можете здесь заработать? Сколько именно вы со своим характером, со своими возможностями можете здесь заработать? И что вы можете сделать? Потому что реально все зависит от вас. С каким вы темпом пойдете? Как вы включитесь? Потому что если вы здесь увидите маленькие возможности, естественно, это вас не мотивирует. Как только человек видит, какие здесь есть реальные деньги, он включается. Хорошо, если есть в вашем окружении человек, по крайней мере, кто действительно получает деньги. И когда вы видите, что у этого человека пусть 5000 перечислилось, потом вы видите, что 10, потом вы видите, что 20, вы уже понимаете, все, здесь деньги есть. Да, это круто. Но если нет, сейчас реально, благодаря интернету, есть возможности, если кто-то думает, что рисует чеки, это всегда можно проверить, NNN вбить, проверить, где человек действительно устроен. Сейчас уже мы не играем в эти игры. Но тем не менее, что хотелось бы сказать, почему именно Арифлейм сейчас особенно рекомендуется сотрудничать с компанией. Может быть, вам уже приходили в Телеграм, потому что сейчас активно много людей приходит, очень много появляется компаний, которых я вообще не слышала. И те компании, которые только-только появляются, естественно, они сразу золотые горы желают, обещают. Здесь очень важно все просчитать и продумать. Есть, сейчас скажу, специально вот RDSA, это специальный, где есть, можно посмотреть список, компаний, которые реальные, у которых есть реальный продукт в основе, не какой-то там мыльный пузырь, да, и у которых есть реальные документы. У компании Арифлейм, ну, сами понимаете, во-первых, что у компании Арифлейм 55 лет на рынке. Почему ей можно доверять? Потому что ей доверяют уже более 60 стран. И, соответственно, если вдруг кто-то вам сейчас из знакомых скажет, да, что это все ерунда, вы просто, ну, на чашу весов 60 стран, на другую чашу весов это мнение кого-то, да. И очень часто у людей сомнение. Сомнение – это мнение чужого человека. А очень часто мы, так скажем, думаем, что о нас подумают. Большинство людей реально думают, что обо мне подумают. Но здесь я, честно сказать, никогда не думала. Это меня, наверное, отличало. Потому что как я справляюсь с текущей ситуацией, откуда там брать деньги, как воспитывать детей – это полностью моя забота. И почему-то в такие моменты другие не будут помогать, да. Они будут только, наоборот, оттягивать у вас, если вы куда-то решились идти. Даже элементарно я никогда бы не подумала, что тоже когда-то подписалась даже просто на какую-то группу по похудению, да, мне тут же уже двое человек сразу написали, зачем тебе это надо и так хороша. Вот. Поэтому, конечно же, многие вам напишут, зачем тебе это надо и так у тебя все хорошо. Поэтому это, наверное… Ну, почему я хочу об этом сказать? Потому что большинство новичков, новых партнеров, которые приходят, еще не разобравшись во всех возможностях, уже сразу отказываются дальше просто изучать. Поэтому имейте свое мнение, потому что здесь возможности именно для вас. Поэтому рассмотрите, какие здесь есть возможности. Сейчас про реальность добавлю. Восхищает, как все разруливает компания, особенно когда предприниматель, ты это понимаешь. Потому что, когда я вела свое дело, кроме студии у меня были интернет-магазины, все доставки и вся логистика – это была полностью моя забота. Здесь этой заботы у вас нет. Вы просто представьте, что всю эту логистику, как из европейской части доставить нам товар, это все решаем не мы. Абсолютно об этом не думаем. Вот абсолютно. О чем мы думаем, давайте сейчас я как раз на листочке покажу. Здесь система очень простая, поэтому я думаю, что вот сзади у меня трехвастик сидит, тоже разберется. Смотрите, есть у нас товар. Есть товар, есть покупатель. Всегда есть спрос, всегда есть предложение. Как придет товар непосредственно к покупателю? Есть два способа. Большинство знают, что через кучу, кучу, кучу посредников приходит товар. Допустим, на примере вам скажу, у меня был в том числе интернет-магазин тренажеров. Чтобы купить просто даже тренажер, который стоит от 10 тысяч рублей, сами понимаете, много единиц купить сложно. Поэтому предприниматели в основном покупают через, так скажем, вот сами ИП, они здесь. Здесь есть средние перекупщики, здесь крупные перекупщики, ну и тут между бывает. Крупные поставщики, которые могут купить огромную партию. Естественно, для них хорошая очень делается скидка, но они везде будут проценты добавлять. Везде проценты будут добавлять. И до покупателя, когда доходит продукт, он идет с огромнейшей накруткой. То есть сам по себе продукт, себестоимость его, она небольшая. Но через кучу-кучу посредников товар приходит, естественно, подороже. То, что мы на прилавке видим, да, мы любим пощупать, мы любим потрогать какую-то продукцию. Но чтобы ее пощупать, потрогать, мы заплатим вот за эти перекупы, в том числе за аренду, за сотрудникам тоже надо с чего-то платить. Есть и другие варианты. Вот здесь сразу сейчас скажу, вы знаете, что сейчас очень многие европейские компании ушли с рынка. Но продукция уже многими любимая. И сейчас появится, вот где-то здесь может появиться излом. И появятся, так скажем, подвальные предприятия, которые будут делать продукцию известных брендов. Вы никогда не узнаете, где это делается. Вы по привычке купили какой-нибудь шампунь Procter & Gamble, который стоит 1000 рублей. И вот представьте, его где-то там за 100 рублей, даже не за 100, а, наверное, за 50 сварили в подвале. И вам такую сумму продадут. Очень много таких видео можно посмотреть, изучить. Поэтому даже здесь покупателям почему выгодно пользоваться продукцией от прямого представителя. Вот мы как раз являемся прямыми представителями от компании Арифлейм, связующим звеном. То есть, ну пусть будет у Арифлейм. Здесь каждый партнер, он может купить непосредственно с завода сразу. Заключил договор из личного кабинета, сразу купили продукцию. Почему выгодно даже просто быть покупателем, партнером компании Арифлейм? Потому что вы купили 100% от прямого производителя продукцию, она придет заупакованная. Если даже продукция, крышечка открылась, ее сразу идут в брак. Если вдруг к вам пришла такая крышечка, вы всегда можете вернуть, и компания вам заменит без вопросов. То есть, даже просто покупатели, они имеют продукцию качественную, сертифицированную и уже со скидкой 20%. 20%. И вот смотрите, большинство людей видя, и я так думаю, и большинство нормальные люди это самое простое видят. 20% скидка покупателям. Соответственно, прямой представителю компании Арифлейм, он может продать по цене каталога покупателю и вот этот процент заработать. Это продажа. И многие других вариантов заработка просто не видят. А на самом деле около 38% еще компания готова платить. За что? За то, что мы организуем структуру покупателей и партнеров. То есть, есть структура, и здесь у нас будет как покупатели, так и партнеры, те, которые просто пришли продукцией пользоваться. И именно за эту организацию компания готова платить дополнительные проценты. Как именно? Смотрите. Во-первых, давайте разберем, как нам создавать миллионные товарооборота, чтобы получать большие доходы. Так как у меня был детский центр, меня большими доходами не удивишь. Поэтому здесь я пришла на доход от 200 тысяч рублей и стала разбираться именно в виде этой суммы. Если кому-то эта сумма в голове не укладывается, давайте посмотрим на меньшую сумму, ничего страшного. Смотрите, как организовать вот такую структуру, если у меня людей вообще нет, да, в моем окружении, ну, совершенно никого нет. Наверняка вот вы пришли, да, вы сами пришли, если вы увидели здесь возможность, только вы увидели здесь возможность. Если вам понравился фильм, вы по-любому кому-то ему расскажете. Вы не сможете сидеть молча, закрыли рот или какую-то новость услышали, сногсшибающую, да, вы по-любому ее кому-то расскажете. Как минимум, двое человек есть в вашем окружении, которому вы сообщите, что здесь есть большие деньги. Двое, всего лишь двое. Вам надо найти двух человек и поделиться этой информацией, что здесь есть большие деньги. Какие именно большие, мы сейчас тоже посмотрим. Причем, что смотрите, вы пришли, у вас есть наставник, у вас есть наставник, который вас пригласил. Если даже ваш наставник вдруг, так скажем, отошел, он просто был покупателем, выше всегда смотрите, ищите, по-любому найдете директора, который готов будет вас обучать. Почему, сейчас тоже разберем. И когда вы приглашаете двоих партнеров, задача наставника рассказать о возможностях, которые здесь есть. Просто рассказать о возможностях. Вы сидите, приводите человека на такую презентацию, сидите и слушаете. А наставник рассказывает всего двоим. Двое, вот эти двое, у него тоже также есть двое. Итого четверо. У каждого из нас есть двое человек, с кем мы можем поделиться крутейшей информацией. Четверо также пригласят. И наставник им расскажет. Вы еще можете все сидеть и слушать. Хотите, сидите, слушайте. Восемь человек пришло. Вы также сидите и слушаете. А наставник рассказывает. Поверьте, что где-то вот здесь, услышав вот эту информацию уже тысячу раз, вы захотите ее рассказать. Самое интересное, когда вы начнете ее рассказывать, вы к этой информации совершенно по-другому будете относиться. Поэтому очень важно начать рассказывать презентацию. Потому что пока вы готовитесь, вы увидите такие возможности, которые вы не слышали, когда вы сами слушали. И вот где-то здесь, может быть, вот уже эти партнеры начнут приглашать, вы... Кань, зависла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таня, микрофон отключен. Так, на каком моменте отключился микрофон? Слушай, ну минуты две точно прошло. Ага, ясно. Ну, главное, не вся презентация. Смотрите. 63 человека, понятно, да, как сложили. Организовать одному человеку задача. Задача, она решаема всегда. Просто наставник вас научит, как организовывать 10 тысяч рублей. Что получится? Если 63 человека, наставник каждого научит организовывать 10 тысяч рублей, то это получится 63 тысячи. По маркетинг-плану вам выплатят 7%. Посчитайте, это где-то будет 44 тысячи рублей. Это уровень директора с товарооборотом. Смотрите, что вам для этого надо сделать. Вам надо научиться приглашать людей. Для начала пригласите двоих. Как приглашать? Обратитесь к наставнику. Даст все варианты. В нашем проекте более 79 методов. По-любому вы найдете комфортный и удобный. Как организовывать 10 тысяч? Вас наставник тоже научит. Задачи не сразу же в первый день делать, да. И ребенок у нас не с первого шага научился ходить. Задача просто научиться организовывать. В результате, как только вы этому научитесь, вы получаете 44 тысячи рублей. Но это не все возможности, какие здесь есть. Меня зацепило, конечно же, совершенно другое. Смотрите, какие здесь возможности. Вот человек организовал структуру с товарооборотом, да, с таким. И получил 63, 630 тысяч, да. Тут нулики, нули убрала. Доход такой получил. Это у нас директор. И здесь, смотрите, наставник. Почему выгодно наставнику вас сопровождать? Потому что наставнику компания будет платить только тогда, когда его обучаемые люди начнут зарабатывать. Каким образом? Смотрите, как только вот наставник, да, у него первый директор, вот директор создал такой товарооборот, вышел на этот доход. Так, включено. Компания выплатит ему 5%. 5% это где-то, ну вот я считала предварительно, чтобы вас не считать, с товарооборота 5%, с товарооборота 630 тысяч. Это будет 31 500. Это у нас большие такие директорские структуры. 5. Еще одного директора, сразу двух партнеров ведет, 5%. И с этой структуры 31 500. Что получается? Для компании выгодно, потому что мы все, организация, создает огромнейший товарооборот. Выгодно. Для директора выгодно создать такой товарооборот. Он получает 44 тысячи рублей. Ему выгодно. Наставнику выгодно обучать сопровождать партнеров, когда он начнет зарабатывать. Выгодно. Он с одного директора структуры получит 31 тысячу с половиной, и с другой. Причем, обратите внимание, вот эти уже директора, они будут самодостаточные филиалы. Что это такое? Это когда директор сам разбирается, и дальше он уже готов сам вести и сопровождать структуру. Зачем ему это надо, вести и сопровождать партнеров? Потому что вы начали сами зарабатывать, но еще гораздо круче, когда ваши партнеры, видя здесь возможности, начнут тоже зарабатывать. То есть круто, когда, конечно, вы зарабатываете, но еще круче, когда ваши люди увидели реальные возможности и начали зарабатывать. Но это еще не все. Когда у вас директор, или даже вы вот станете директором, может быть, не видно, здесь премия будет 150 тысяч рублей. Премия. Как только вы научили этого директора, вам компания заплатит 225 тысяч рублей. Как только второй директор у вас стал, 300 тысяч. То есть представьте, только вот создав такую структуру, вы получите 675 тысяч рублей одними только премиями. Еще раз. Каждые три недели вам компания будет выплачивать вот такой доход. Единожды за проделанную работу компания вам заплатит вот такую премию. Премии реально крутые. Многих вдохновляет, что каждые три недели идет доход. 18 раз в году. То есть на 6 выплат больше, чем на любой другой наемной работе. А кого-то вдохновят вот такая премия. Потому что, ну вот у меня, можно сказать, вот такая сумма осталась после традиционного бизнеса. Потому что традиционного бизнеса уже больше трех лет нет. А кредит остался, который был именно на бизнес. Поэтому кого что мотивирует? Меня вот эта сумма мотивирует. Вот. Возвращаясь к вам. Кроме этого, кого-то мотивирует путешествие. Ну, честно скажу, если вы не были ни разу, не путешествовали с компанией, ну вот, по крайней мере, с партнерами общаешься, понимаешь, что тебя это пока не мотивирует, потому что тебя просто в эти путешествия, так скажем, не засосало, потому что не увидели всей возможности. Также и здесь. Как только вы получите первую премию, особенно увидите, как первые, вот ваш партнер, я думаю, что вы уже не остановитесь и захотите помочь еще одному человеку, второму, третьему. У кого здесь точно получится, если у вас есть громадная цель, вот реально громадная, не просто поменять компьютер, допустим, не просто купить айфон, а какая-то вот должна быть очень мощная цель. Знаете, вот девчатам сегодня поделилась, меня еще одна цель вдохновила, с одной женщиной общались, бриллиантовая директора была, 70 лет, немножко, так скажем, упала, сейчас восстанавливается, 70 лет. Представляете? Моей маме 61. Вот, и я просто спросила, а что можете порекомендовать, вот чем вас увлекает в таком возрасте сотрудничество с компанией? Ведь многие говорят, что уже все, что там на пенсии, получается какую-то пенсию или еще что-то. Вот, на что она мне ответила, что, ты знаешь, твой успех, твои результаты вдохновят включиться маму обязательно. То есть, даже просто, ну, как видите, даже просто скажу, то, что я пришла сюда, и у меня мама сбросила 30 килограмм, там, 94 до 64, сейчас 67, ну, в общей сложности, вес шикарный для такого возраста. Я вижу, что она снята с учета кардиолога, что она активная, двигается, да, с детьми своими гуляет опять же. Вот, соответственно, уже это круто, это уже здорово. Слова какие зацепили, что ваша мама вдохновится результатами, обязательно включится, и это мотивирует быть нужными, полезными. Что на пенсии, да, может быть, все равно же скучно. А здесь есть возможность чем-то увлечься, либо просто, как минимум, вот здоровым образом, да, может быть, просто один раз путешествовать будет и захочет еще раз, где-то там поможет. То есть, лично у меня еще одна цель, об этом не говорила, мотивирует реально, чтобы гордились, как минимум, родители, как минимум, конечно же, гордились дети, так как четверо детей, естественно, у меня куча, куча целей, поэтому меня никто не вдохновляет, сама себя вдохновляет, потому что цели реально громадные. Поэтому, если у вас есть цель, то у вас 100% получится. Если у вас нет цели, просто сядьте и посчитайте, что вы хотите приобрести, и получится ли это приобрести, если вы останетесь на обычной наемной работе. Наверняка нет, потому что считали, что в общей сложности, если работать и ничего не есть, можно заработать 20 миллионов, больше очень сложно заработать. Вот, кроме этого, если вы готовы помогать людям, то у вас тоже здесь получится, потому что, как видите, помогая партнеров, обучая партнеров зарабатывать, вы здесь начинаете очень много зарабатывать. Соответственно, что вас здесь замотивирует, я не знаю, только знаете вы. Насколько вы включитесь, знаете только вы, потому что вы сами выбираете темп, никто вас здесь заставить не может, никто вас здесь не заставит пригласить двух партнеров. Никто. Но осознание того, что если ваши два партнера и вы научите этих двух партнеров зарабатывать, вы как минимум получите одними только премиями 675 тысяч рублей. Может быть, эта сумма вас вдохновит, уже завтра на презентацию пригласите нового человека. Я не знаю, знаете только вы. Поэтому, что могу пожелать? Как ни странно, именно в такие кризисные моменты в МЛМ идет огромный подъем. Почему? Потому что начинают в МЛМ верить все, кто раньше сомневался. Будут ли тут трудности? Конечно же, будут. Потому что, если вы настроены на большие деньги, то, естественно, надо будет трудиться. А любые трудности, они с помощью труда покоряемы, так скажем. Если вы не верите в большие деньги, если вы еще сомневаетесь, что здесь можно заработать и 100, и 200 тысяч, и больше, начните с малого. У нас есть реально потрясающий инструмент. Особенно сейчас бьюти-чаты рулят. Люди хотят покупать качественную продукцию, сертифицированную, у прямых представителей от компании Reflame. Создавайте бьюти-каналы, которые вам будут доходы давать от 5 тысяч рублей. Я думаю, каждый из вас верит, что 5 тысяч здесь можно зарабатывать. Причем на бьюти-каналы вначале надо, да, потратить время. Потом не больше часа. Не больше часа. Система уже налажена. И вы, как только заработаете свои 5 тысяч рублей, можете переходить дальше. Научитесь организовывать личный товарооборот. Научитесь в дальнейшем приглашать партнеров. Потом задача будет научить их самим обучаться и уже начать обучать партнеров. Но это уже другая история. Моя задача была сегодня вам рассказать о возможностях. Пишите, кстати, кто увидел, какие здесь есть возможности, сколько, как вы видите, здесь можно заработать. Может быть, кто-то увидел 20 тысяч. Пишите смело. Может быть, кто-то увидел 100 тысяч рублей. Может быть, кто-то увидел 200 тысяч рублей. И какая сумма здесь зажигает именно вас? Меня зажгла, я вот когда услышала, что я дальше вам не продолжила говорить, чтобы не спугнуть цифрами. Вот просто представьте, вы научили вот этих двух партнеров зарабатывать, их оставили, продолжаете с ними работать. И никто вам не мешает взять новых партнеров, также их довести до результата и дополнительно к тем группам получать новые деньги, новые премии. Никто вам не мешает, этих двух партнеров научили, взяли еще два филиала. Но реально это возможно. Из практики, почему я верю в эту систему, когда я начинала открывать филиалы, у меня был детский центр, я начинала филиалы открывать в каждом дошкольном учреждении. Я начала также с одного сначала филиала, потом сразу два филиала открыла. Потом уже видя систему, что система работает, я брала новые два филиала, иногда сразу три брала. И у меня было 12 филиалов. В принципе, как здесь исполнительный директор. Поэтому здесь я это все вижу и понимаю, и что здесь надо. Естественно, новый филиал вы сразу не запустите. Их надо обучать. Пока они сами не станут самостоятельные, вы будете всегда с ними рядом. Но если вы увидите, что хотя бы один партнер уже будет зарабатывать, естественно, вы поймете, как эта система работает, и запускаете вторую, третью, четвертую, пятую и так далее. Пишите, сколько вы здесь хотите зарабатывать. И на этой как раз нотке и закончим. Просто чтобы видеть цифры, увидели ли вы здесь большие деньги, или увидели, что здесь можете только заработать 5000 рублей. Пишите, какие цены вы здесь увидели, какие здесь возможности увидели. И во сколько вообще здесь себя даже оцениваете, так скажем. Пишите смелее. Вот. Было ли что полезно, тоже пишите. Буду рада обратной связи. На сегодня у меня все. Надеюсь, было полезно. Оставляйте обратную связь. Запись скину в группу. Все. Задача на завтра пригласить двух партнеров на такую же презентацию. Все. Всем хорошего дня. Вечера. Субтитры сделал DimaTorzok